Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Можно ли хвалиться своими достижениями? Иногда это даже необходимо на собеседовании, при приеме на работу. Если ты будешь смиряться и говорить, аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей, аз есмь пес смердячий, то есть много шансов не получить желаемую работу. И предлагаю руку и сердце твоей прекрасной избраннице, если скажешь, я ни на что не способен, работать не могу, просить стыжусь, если только ты, моя ненаглядная, обо мне помолишься, или Господь на меня снисходительно взглянет, то и будет из меня толк. Вряд ли получит положительный ответ. Так что представлять из себя нечто для людей неотвратительное, а наоборот созидательное и полезное греха не составляет. Мало того, говорит Священное Писание, пускай все видящие вас, пускай видят все ваши добрые дела и прославят Отца вашего Небесного. Так что мы не призваны непременно закапывать и прятать от общих узоров то доброе, что из себя представляем или то, что мы, по милости Божией, совершили. Другое дело, чтобы мы не носились с собой, со своими достоинствами и успехами, как дурак с писаной торбой, к этому обращено и Слово Господне, пускай ваша правая рука не знает, что делает левая. И раздавая одной рукой, раздавайте и другой, не балансируя между этими или с помощью этих рук между добром и злом, так, чтобы где-то загребать, а куда-то отсылать в связи с избытками. Пускай ваше милосердие будет всесторонним и постоянным к ближнему. Это, однако, не означает то, что мы вовсе не имеем права иметь доброе от внешних признаний. Мало того, для того, чтобы стать священником, епископом, священное писание, апостол Павел указывает обязательные условия, чтобы были и отзывы о человеке со стороны внешних, тоже положительные, не только со стороны самой церкви, не только в церкви, вы должны знать, как раба Божьего и доброго ученика Христова, но и люди внешние, которые судят как раз по земным делам друг о друге, мало имея каких-то оснований восторгаться человеком в связи с только верой его, в связи с духовными богатствами, которые ему присущи как члену церкви. И апостол — это добрые свидетельства от внешних, тоже полагают условиям священства. Таким образом, добрые дела должны быть очевидными, и жизнесправное, профессиональное служение, чистая жизнь, служение и помощь ближним должны быть объективно признанным явлением со стороны человека для тех, кто его окружает. Как же это можно достигнуть, если вовсе не представлять свои достижения тем, кто находится рядом? Другое дело — хвалиться. Глубоко ошибается человек, который, заключая о себе нечто, уже думает о себе, что этим нечто как раз является он сам. Его собственное благочестие совершили из него то, что составляет предмет восхищения или одобрения других. Прекрасно сказали апостолы, исцелив неисцелимого человека, когда в восторг привели язычников, что вы на нас смотрите с таким изумлением, как будто мы своим благочестием сделали это чудо. И к иудеям, кстати, обращались подобные слова. Христос, которого вы распяли, он творит еще и более великие чудеса, чем то, которое вы увидели ныне. И поэтому не должно вам почитать нас более, чем как рабов Христовых, а подлинное почтение нужно вознести вместе со служением самому Господу. Хвалящийся, а Господь это хвалится. Вот в чем состоит мудрость. Стремясь всячески к исправности и во внутренней своей жизни, и во внешних делах, стремясь реализовать таланты, которые даны тебе от Бога, а это требует немалых сил, терпения, усердия, надлежит при этом не распустить свое сердце в какое-то тщеславное самолюбие, в какое-то тщеславное самодовольство, но видеть источником всех благ для себя и для тех, которые через нас оказались причастны нашим близким, во всем этом видеть подлинную причину Господа, его дары, которые мы получили, самую жизнь, которая стала нашим достоянием вовсе без наших заслуг, приведение нас из небытия в бытие, сообщение нам и умственных, и телесных сил, обустройство всех наших внешних обстоятельств так, что удалось нам свершить нечто доброе, несомненно является полной заслугой Господа нашего. Похвала нам, что мы нечто привнесли от себя, соизволяем потрудиться ради Господа, желаем этого, но разве в том, кто соглашается с предложенной колесницей и садится в нее, опираясь на протянутую из нее руку, разве он устроитель колесницы, разве он обеспечивает скорость, разве он подлинный победитель соревнования, если эта колесница пришла на каком-то ресталище первой, так что будем наше произволение доброе считать тоже даром Божьим, и великой помощью Божьей для нас оказываются внешние пути и обстоятельства, которые в результате приводят нас к возможности принятия добрых решений. Мы произволяем, Господь устрояет. Все наши добрые дела, заслуги таким образом, только и есть возвращение славы Божьей к тому, кто дарует ее проявление этой славы Божьей нашему миру. Поэтому, совершая свое служение, исполняя волю Божью по следованию тем заповедям, которые он для нас установил, по тому служению, к которому мы призваны, мы не для себя приобретаем какой-то особый заряд или багаж, или богатство популярности, а таким образом служим к прославлению имени Господня. И это дело является для каждого христианина делом жизни. И чем более он совершит, чем больше слава Божья через него явится в этом мире, тем и он сам больше почтен от Господа. Но удивительно, что смиренно-мудрее сопровождает тех, кто подлинно одарен Богом, и тех, кто более других потрудился в угождении Ему. Это нам засвидетельствует любой святой. Что апостол Павел, который себя именовал меньшим из апостолов, недостойным именоваться апостолом, что царь Давид великий, что любой великий святой, который никаким образом со своими достоинствами не связывал то величие, чудес, знамений, великих свершений, которые были им во славу Божию за время жизни явлены. И мы будем учиться у великих, себе ничего не приписывая, но прославляя Господа во всех делах и словах своих. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok